Привет, друзья! С вами канал Maros Life и хочу вам сегодня рассказать о такой новости. Это так давно, 3 декабря, Чехия перешла с 4 на 3 этап противоэпидемиологической системы ПЭС, которая сейчас работает в Чехии, кто не в курсе. Такая вот себе собака, которая сидит на страже коронавируса, что предполагает ослабление некоторых мер против распространения коронавируса. Магазины, рестораны и парикмахерские были открыты, но с некоторыми ограничениями. Ну и, конечно же, чехи массово погнали за покупками, поэтому предлагаю посмотреть, как это все было. Как ранее рассказывал, в Чехии действует правило 1 человек на 15 квадратных метров. Каждый из магазинов считает ее разными способами, кто-то тележками, кто-то карточками, кто-то ложками для обуви, а кто-то вообще их не считает. Ограниченное количество покупателей в магазине оказалось проблемой, особенно для небольших заведений, которые могут вместить всего несколько десятков человек. Уже в первый день они были на пределе своих возможностей, и перед входом у кассы образовывались очереди. Это раздражает. Я пытаюсь что-то выбрать, но люди нервно смотрят на меня через витрину, чтобы поторопиться, сказала одна из покупательниц магазина «Кальзедония» в торговом центре «Квадро» в Праге. Еще больше продавцов волнуют предстоящие выходные. То, что здесь сегодня напоминает обычное движение «Выходные дни, в субботу, в воскресенье будет сумасшедшими», говорит продавец в магазине одежды ЦЦЦ. Ну а уже с понедельника оценка этой самой системы снова поднялась с 57 баллов до 64. Это уже четвертый этап. И теперь есть риск обратно ужесточать эти меры против распространения коронавируса. Короче говоря, ребят, это будет похоже на какие-то качели. Качели, маятник что ли, туда-сюда ужесточаем, ослабляем, открываем, закрываем. Короче, в таком режиме, в таком темпе будем двигаться, будем жить. Так что сильно не расслабляемся и готовимся встречать Новый год и Рождество вот в таких вот новых для нас всех условиях по всему миру. Но это не повод расстраиваться. Главное быть здоровыми и быть всем вместе. Чего и вам, собственно, желаем. Всем спасибо за ваши просмотры, за вашу поддержку. Увидимся в новых выпусках. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!